В утренние праздничные часы Борисоглебский мужской монастырь особенно красив. Престольный праздник этой святой обители празднуется два раза в год – 15 мая и 6 августа. В 7.30 утра в храме был совершен водосвятный молебен. После все желающие могли исповедаться, чтобы во время праздничной литургии принять божественное причастие. К 9.00 утра духовенство Дмитровского и Рогачевского благочини, настоятели и настоятельницы монастырей Московской епархии, а также глава Дмитровского района Валерий Гаврилов с радостью встречали у ворот Борисоглебского монастыря его высокопреосвященство, высокопреосвященнейшего ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского. Дорогого гостя сопроводили в храм, где митрополит совершил праздничную литургию. Перед началом богослужения его высокопреосвященство ювеналия облачился в священной одежде. На протяжении всей службы духовенства и прихожане в своих молитвах прославляли подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба. Это первые русские святые, канонизированные церковью. Их пример святости поучителен в наши дни. Князья Борис и Глеб отдали жизнь ради того, чтобы не изменить своему смирению и послушанию. Даже перед лицом смерти эти люди остались верны заповедям Христовым. Своей мученической смертью они подтвердили новозаветный принцип о том, что нельзя воздавать злом за злом. Перед иконами святых страстотерпцев Бориса и Глеба молятся об исцелении болезней, о примирении враждующих. Они также являются покровителями чистоты и целомудрия. По окончанию праздничного богослужения под колокольный звон был совершен крестный ход, где молящиеся славили подвиг первых русских святых страстотерпцев Бориса и Глеба. После слово предоставили главе района Валерию Гаврилову. В своей речи он прежде всего поблагодарил митрополита Ювеналия за визит. Настоятель Бориса Глебского монастыря Игумен Августин от себя и от всей братьи и обители преподнес его высокопреосвященству икону святых Бориса и Глеба. О житии князей и их поучительном для нас примере поведал митрополит Ювеналий. Даже в самое тяжелое время не стоит забывать заповеди Христовы и отвечать недругу злом. Чтобы прославить этих святых, Господь сразу же после их кончины, через их мощи являл сверхъестественные чудеса, когда люди исцелялись, обращаясь к ним в молитву. И мы, братья и сестры, в течение веков пронесли эту веру, получая и блаженную помощь от этих святых. И сегодня, предстоя перед этим храмом, мы молимся им, чтобы они сохранили в мире Отечество наше, помогли нашему народу преодолевать любые бедствия и испытания, болезни, искушения, скорби. Борисоглебский монастырь поистине одно из самых красивейших святых мест Дмитрова, особенно сейчас, в летнее время. Умиротворенность и спокойствие излучает эта обитель. Именно поэтому сюда приезжают многие паломники, чтобы помолиться перед святыми иконами Бориса и Глеба.